Многие из нас покупают ножи в интернете по фотографиям и скучным ТТХ. Можно ли так покупать ножи? Конечно можно, но гораздо интереснее покупать ножи, поддержав их перед покупкой своими руками в настоящем ножевом магазине. Пошли! Сегодня мы поговорим, почему нужно прийти в ножевой магазин и почему важно поддержать нож перед покупкой своими руками. Первая важнейшая характеристика ножа, которую практически невозможно понять по фотографии, это его истинный размер. Давайте возьмем для примера нож Бро от компании NC Custom. По фотографиям можно подумать, что это крупный массивный пухлячок, но посмотрите, каким небольшим он смотрится в моей руке. А рука у меня среднего размера, поэтому если у вас большая ладонь, вам обязательно нужно поддержать этот нож перед покупкой. Так что без того, чтобы подержать нож своими руками в реальном магазине, мне кажется, выбирать его сложно. А теперь давайте посмотрим на ножи от компании Benchmade. Давайте взглянем на мини Олборн и мини Адамас. Это две модели мини от компании Benchmade, но насколько они разные. Этот нож вмещается в мою ладонь, но вот эта вот фактура рукояти полностью заполняет. Если моя рука будет чуть-чуть больше, то он мне уже не влезет и мне будет некомфортно. Так что тактильный контакт с этой моделью обязателен. А этот миник, но это реально малыш. По фотографиям невозможно определить его истинные размеры. Он просто теряется в моей руке. Не могу сказать, что это дамский нож, но определенно каждому стоит подержать его в руках перед тем, как покупать. Но не только о маленьких ножах мы сегодня говорим. Посмотрите на Voyager от колдов. По фотографии может показаться, что это обычный складень, но это не так. Это гигантский, практически меч, который я могу взять полуторным хватом. Его истинный размер абсолютно не передает ни одна фотография. Обязательно нужно подержать, прочувствовать каждый его хват и истинный размер этого гиганта. Специально хочу обратить ваше внимание на нож Tenacious. Это мега популярная модель. И вы можете захотеть его купить, поддавшись авторитетному мнению многих обозревателей. Но его надо обязательно подержать в руках перед покупкой. Лично мне он маловат. И к огромному сожалению, себе я его не купил. Видите, мизинчик у меня соскальзывает. И в мою руку он не ложится. Так что обязательно трогать, трогать и проверять все лично. Следующей важнейшей характеристикой при выборе ножа является его вес. По фотографиям невозможно определить, сколько весит тот или иной нож. Посмотрите, у меня в руке Voyager и классический складной бак. Ребята, эти ножи весят примерно одинаково. Около 200 грамм. Но как можно по фотографиям представить, что вот этот вот монстр, гигантский нож, и вот этот вот элегантный малыш весят одинаково? Я думаю, что нужно обязательно прийти в магазин, подержать в руках, почувствовать этот вес. Как он ложится вам в руку? Не тяготит ли он ее? И только тогда определяться, брать нож или не брать. Следующим важнейшим пунктом является тактильное удобство рукояти. В руке у меня Trident от компании Sock. Мы видим, что здесь сверху разработчикам предусмотрен блокиратор. Удобен ли он в руке? Насколько он будет мешать или не будет мешать нам при работе? Не взяв нож в руку, не подержав его, это понять невозможно. Кроме того, здесь вот такой вот пропил в рукояти. И наминает ли он руку, не наминает, я считаю, невозможно понять, не подержав нож в руке. Я знаю некоторых, кого он дико раздражает, и люди только по этой причине нож не покупают. Кроме того, у ножа очень цепкая текстура рукояти. Насколько она удобна, от нее можно заточить ноготь. Насколько она вам комфортна, это возможно прочувствовать только тактильно. Ни одна фотография не передаст ощущения от этой рукояти. Следующим ножом, который мы посмотрим, будет M21 от компании CRKT. Здесь другая история. Полностью металлическая рукоять, достаточно скользкая. Насколько вам будет удобно работать металлической рукоятью, трудно сказать, не подержав нож в руке. Кроме того, обратите внимание вот на этот вот нюанс. Выемка около лайнера. Лично меня она бесит. Я не купил себе этот нож, потому что мне все время не нравится, как нож цепляет меня здесь за руку. Обязательно нужно прочувствовать, повертеть нож. Понять вот эти все места, удобство. Не знаю, насколько это может передать фотографии. Я считаю, не подержав в руках нож, это невозможно почувствовать. Следующее, на что нужно обязательно обратить внимание перед покупкой ножа и лично это проверить, это клипса. Проверить то, насколько удобно она садится к вам на карман и не наминает ли она руку. Давайте посадим Ripple от CRKT ко мне на карман и посмотрим, насколько удобно он садится. Нож болтается. И мне не очень нравится то, как он сидит. Доставать его мне не очень удобно. Клипса на нем именно для моих брюк немножко слабовато. С другой стороны, у меня есть Rekon 1 от Cold Steel. Садится он гораздо плотнее, сидит надежно. Тут играет значение и более тугая клипса, и более жесткая структура материала. Хотя обратите внимание, что такая рукоять может портить материал ваших брюк при многочисленных сниманиях и одеваниях. Поэтому каждый нож нужно лично померить себе на карман и понять, подходит именно вам та или иная клипса или нет. Другой важной характеристикой складного ножа является то, что клипса может наминать вам руку при работе. И поэтому нужно обязательно подержать нож в руке разными хватами и понять, есть ли именно у вас такая проблема. Наминает ли вам руку клипса или не наминает. Следующее, о чем нам нужно поговорить, это замки на складных ножах. В руках у меня опинель с вироблоком, и сейчас я, скажем, возьму кершек с лайнер-локом. Это принципиально разные замки, совершенно по-разному они работают. Насколько удобны эти замки вам, вы должны посмотреть сами. Например, лайнер мне очень удобен, особенно в сочетании с флиппером, я работаю им, совершенно не глядя одной рукой, другой рукой. Это очень удобный, простой и в меру надежный замок. С другой стороны, замок у опинеля не менее надежен, но оперировать им чуть сложнее. Нужно открыть, закрыть. Насколько это удобно лично вам, нужно попробовать в магазине перед покупкой ножа. В завершении поговорим о балансе. По фотографиям в интернете совершенно невозможно понять баланс ножа. В руках у меня панамарь от Бруталики и Рейвен от Мистер Блейда. Посмотрите, у панамаря баланс идет в рукоять, а у Рейвена, как видите, баланс идет в клинок. Видите, нож клюет. Это возможно понять, только подержав нож в руках. Так что, приходите в магазин. Сегодня мы не стали говорить о том, как выбирать фиксированные ножи. Если эта тема вам интересна, напишите в комментариях, и мы снимем об этом следующее видео из нашего магазина. Надеюсь, вы убедились, как важно лично подержать нож в руках перед покупкой. Данное видео мы снимаем в нашем новом ножевом магазине. Приходите к нам в гости. С вами был Алексей, канал Империя Ножей. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok